Я, понимаете, вот проблема-то в том, я знакомилась, ну и знакомлюсь, но это они не того уровня, я проблема именно в этом, что не того уровня. Ну потому что, да, надо знакомиться, да, у меня курсанки знакомятся, я когда подруги искала мужа, просто практиковали, мне нужен был этот материал, разные практики, чтобы рассказывать, да, я это делала. Я увидела симпотненького мужчину, который прилично одет, и я на него посмотрела, и он заинтересован, то есть еще надо же невербальный контакт этот установить, вижу, что он улыбнулся. Но все равно должен быть вот первоначальный, ну, сканировать мужчину, но первоначальный визуальный контакт все равно должен быть, а не просто так с холодной. Конечно, визуальный контакт, готов ли мужчина общаться, если я вижу, что он заинтересован на меня смотрит, и у него оживление визуально на лице это читается, значит, он готов, а если он тухлый, может быть, у него настроения нет, может, у него голова болит, может, он женатый, он тогда не хочет, и это у него по глазам будет видно, да, я на него посмотрела, а у меня же настроение хорошее, я смотрю, я улыбаюсь, и если мужчина дает ответную реакцию визуальную, приятную, улыбается в ответ, не смотрит с интересом, то я с ним продолжаю уже знакомиться, общаться. Если нет, то нет, это обязательно, конечно. Ходить все ли направленно, то есть, ну, вы прошли уже этот уровень. Не шататься, а ходить. Ну, да, вы прошли же уже этот уровень, когда я иду по улице, знакомлюсь, и мужчинам нравлюсь, ну, и прекрасно, вы уже, опыт есть. Теперь уже можно переходить целенаправленно в торговых центрах. У меня есть курсантка одна, ходила вообще, один день пошла, просто кучу с мужчин перезнакомилась. Она просто, так, с какого она города? По-моему, с Хабаровска. Во-первых, торговый центр самый большой. И ходила, просто подходила к мужчинам, которые богато выглядят. Ну, приличные мужчины и хорошо одетые. Единичные, видимо, вот два мужика сидят за столиком. Она просто подходила ко всем мужчинам и говорила, «Мужчины, у меня карту Сбербанка заблокировали, дайте мне 100 рублей на такси домой доехать надо». Ну, там, 100 или 150 рублей, ну, небольшой, не Москва, город. И ей давали 150 рублей, говорили, ой же ты миленькая, ой же как же, может тебе это, ага, можете мне кофе купить, вообще пить хочу. Я просто в стрессе вот приехала в торговый центр, у меня карту Сбербанка. И она вот так вот целый день ходила, и она перезнакомилась, там просто куча мужиков у неё было забито в телефоне за один день. Всё. Ну, один-два раза сделаешь, и страх пропадёт, проси деньги. Ну, там же не проси деньги, там просто мелочь. Для того, чтобы познакомиться, да. То есть не надо ходить и большие деньги глянуть, я это не одобряю. А там, ну, 150 рублей это может дать любой человек. Можно и к женщине подойти и сказать, ну, меня заблокировали, я в шоке. Как мне до дому добраться, дайте мне 150 рублей, я вот сейчас выйду-сяду, в такси уеду. Спасите меня, мужчины, мне карту Сбербанка вот заблокировали, я вообще, и в кошельке не рубля. И всё, это очень просто, фишка в том, что сразу подходишь, они сразу выручают, сразу начинаешь их благодарить, вся рассыпаешься в благодарностях. Говоришь, какие они замечательные, разговариваешь о погоде, о природе, потому что надо же им тоже чего-то. И они понимают, что ты, как бы, стараешься, что и они тебя выручили, и они все счастливы. И сразу же начинается кофе, надо попить вместе. Или, ой, мужчина, я бы с вами даже на свидание сходила, какой вы, вы молодец, мужчина. И всё, и вот она просто вот с этой легендой прошлась по торговому центру. С утра до вечера у нее была куча знакомств. С классными мужиками. Классно, мне классно, да, молодец. Ну, да, просто одела все на себя самое лучшее. Видно, что это леди, блин, они какая-то там... Всё, и ходят. Ну, понятно, да. Ну, девушка в беде. Девушку надо спасать. И всё. Причем там девушка тоже, по-моему, года 43, по-моему. Ну, такая приятная выглядит, молодая, молодожая. И ходила там на Ярлова по торговому центру. Безусловно. Ты молодые, мужчины постарше и всякие. И потом уже куча знакомств. Остается только ходить на свидание. Здорово. Ну, можно подругу взять. Ну, с подругой вот это вот легенда. Я не люблю с подругами ходить, знакомиться с... Ну, с подругой это легенда уже не прокатывает, потому что, да, у двух подруг карты заблокированы. Да. Или там, ну, вообще, девушка в беде, когда там... Телефон у меня, нет телефона. Мужчину увидела, вот прям чувствую, что он это самое... Вот прям хочу. Мужчина, я телефон дома забыла, дайте позвонить, выручите. Тоже очень часто помогает. Девушка в беде и все. И тоже очень классно споставить. При знакомствах. Вообще классно. Да, поднитесь или направлено накрасилась, оделась там, прическу забахала. И звезда, я когда звезда, я уже все, я счастлива. Какие-нибудь еще есть вопросы? Оксана, так много информации, как бы пока, ну, нету. Вы мне там что-то пришлете, да, вот по моей первой проблеме? То, что я записала первый, второй, третий, потом я пришлю... Посты по конфликтологии мне надо будет найти. Статья, я вам давала название. Статья по эротической литературе. Как получать от мужчин подарки даже без секса. Что-то я видела, была у вас статья. Да, да, вот там внизу ссылка на литературу есть. Не боги горшки обжигали, научитесь. Этому можно научиться, тем более у вас интересует. А медитацию, если кратко говорить, медитацию делать, расслаблять все тело, успокаивать дыхание. И представлять, что вот эта энергия входит, да, как бы, и какие-то самовнушающие такие штуки говорить. Да, но вы говорите не самовнушающие штуки. Вы, когда расслаблены, вы входите в контакт со своим подсознанием. У подсознания, у психосинтеза там и есть уровень подсознания, где нет ни слов. Внутренняя сила, мотивация, энергия, творчество, созидание и вот это вот самое ядро, вот эта вот мощь человеческая. И ваша задача расслабиться и подключиться вот к этой части своего бессознательного. Когда вы к ней подключаетесь, вы уже не внушаете. Вы уже делаете то, что синхронно с этой частью. А это же детская часть, ей нужны вот эти вот визуальные прекрасные образы. А это действительно, это ее часть, это реально ваша часть. Вы не внушаете, вы просто такая и есть. Это действительно часть вашей личности, которая у вас есть. Правильно? И вы уже настраиваетесь со своим вот этим бессознательным, вы становитесь сильной, могучей, прекрасной и идете. И у вас уже есть силы выходить из треугольника Карпмана в сложные моменты жизни. Вы говорите, что я справлюсь, я смогу. Если не получится с первого раза, я не буду плакать. Я... Получится со второго, да? То есть относимся к себе в любом случае с любовью и пониманием, да? Как добрый родитель. Ну, настраиваем себя, да? Да, настраиваем себя просто. Настраиваемся и, возможно, даже начнет получаться очень хорошо из первого раза. Со второго, с третьего не пойду, потом результаты обязательно. Главное, чтобы в мозгу появилась эта нейронная связь, эта привычка. Правильно думать, не входить в треугольник Карпмана. А там четыре пункта. Я их вам напишу. Оксана, спасибо большое. Спасибо большое за консультацию. Я буду примерно раз в полгода к вам там пообщаться просто. Спасибо большое, Оксана. Тогда это будет практиковаться. Мне какой-то отчет надо будет вам писать или не надо? Как вот? Отчет? Ну, конечно, вы задайтесь целью, да. Обязательно мне было важно, да, как вы решите вот эту конкретную ситуацию. Все-таки это очень важно. Сможете ли вы выйти полностью из треугольника Карпмана? Как у вас будет это получаться? Если вы будете писать, это очень хорошо. Потому что, когда вы пишете, вы же себя организуете и ставите какие-то точки. Есть за что себя похвалить. Я через месяцок черкану что-нибудь вам. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok